Мир вокруг нас сегодня меняется слишком быстро. Технологии совершенствуются, сменяют друг друга, и вот уже все больше действий мы совершаем в виртуальной реальности. Если молодежь чувствует себя в ней как дома, может и билеты на поезд купить прямо с компьютера, или за телефон заплатить за считанные секунды, то людям старшего поколения эти простые вещи даются совсем непросто. Помочь пенсионерам освоить технологии 21 века призван проект Пенсионного фонда России, реализованный совместно с одной из крупных телекоммуникационных компаний – Азбука Интернета. Прямо у себя дома активные люди старшего возраста могут пройти обучение, состоящее из 12 простых и понятных интерактивных уроков – от устройства компьютера до правил безопасности в интернете. Как оплачивать покупки на сайтах, как слушать музыку и совершать видеозвонки, как найти расписание транспорта и получить госуслуги – все это в доступной форме можно узнать здесь. Все, что требуется – немного внимания и усидчивости, а все ваши усилия окупятся сторицей. Зачем все это учить? Хотя бы для того, чтобы экономить кучу времени и жить более активной социальной жизнью. Эти возможности дает современному человеку интернет. Например, не выходя из дома, вы можете оформить заграничный паспорт на портале государственных услуг, затем найти недорогой тур за границу, сравнив цены на разных сайтах, и отправиться в путешествие. Благо, времени после выхода на пенсию хватает. То, что жить для себя и открывать мир никогда не поздно, своим примером доказывает 89-летняя Елена Ерхова из Красноярска. Ее историю, кстати, вы тоже можете найти в интернете. Старушка откладывает деньги с пенсии и пару раз в год отправляется путешествовать. Германия, Польша, Чехия, Вьетнам. Тот, кто молод душой, не знает границ. Впрочем, даже если не ставят перед собой таких грандиозных целей, интернет поможет вам в повседневной жизни. Например, сравнить цены на лекарства в разных аптеках и сэкономить свои деньги, или даже купить билет в театр, причем самостоятельно выбрав место. Итак, заходим на сайт азбукаинтернета.ру и начинаем идти в ногу со временем. Добавлю только, что все уроки здесь абсолютно бесплатны. Также их можно распечатать и сделать своей настольной книгой. О том, какие еще возможности открываются сегодня для пенсионеров, далее в нашей рубрике. Меня зовут Светлана Средина. Более 30 лет я прослужила в Министерстве внутренних дел. В прошлом году ушла на заслуженный отдых. Знаю, что существуют какие-то привилегии для людей пенсионного возраста. Хотелось бы узнать об этом поподробнее. И думаю, это заинтересует не только меня. Добрый день. Добрый день. У вас какой-то праздник сегодня, так красиво. Да, у нас открытие офиса. Пожалуйста, угоститесь яблочком и оскорбинкой. Да, спасибо. Здравствуйте. Вы знаете, у меня накопилась небольшая сумма, и я хочу какой-то открыть вклад свой. Давайте пройдем к устройству выдачи талонов. Нажимаем жетон вклада. Скажите, что-то изменилось после реконструкции? У нас произошли некоторые изменения. Вот у нас появился небольшой детский уголок. То есть сюда можно прийти с внуком, оставить внука, он поиграет, покачается на качалке, может порисовать. Порисовать даже, да. А пока вы ожидаете, пока вас вызовут к специалисту. Давайте пройдемте в комфортную зону ожидания, где можно подождать вызова своего талона. Светлана, а какой у вас номер? 005-B. Б. Добрый день. Здравствуйте. Повсаживайтесь. Слушаю вас. Вы знаете, у меня есть такое небольшое накопление на карточке, и я бы хотела какой-то новый вклад. Может быть, что-то в этом плане мне подскажете? Меня зовут Ольга, как я могу к вам обращаться? Светлана. Светлана, разрешите ваш паспорт? Да, конечно. Пожалуйста. Можно поинтересоваться, что вы сейчас проверяете или заносите в компьютер мои данные? Да, мы проверили на подлинность ваш паспорт. А. И для того, чтобы подобрать наиболее выгодный для вас вариант, я вам сейчас задам несколько вопросов. Пока я вам рассчитываю наиболее выгодный вариант, прочтите вопрос, если ваш ответ «Да» в этом поле, вы ставите галочку. Угу. Вообще-то, вы знаете, меня заинтересовало очень многое здесь. Если я галочек много наставила, это ничего? Нет. Я про все вам расскажу, тогда более подробно. Вот, пожалуйста. Светлана, вот смотрите, для вас я подобрала вклад. Вклад «Пополняй» на 50 тысяч рублей сроком на 6 месяцев. Процентная ставка, так как вы являетесь пенсионером, будет у вас выше. Проценты по вкладу у нас капитализируются каждый месяц. Все вклады можно открывать в валюте, в рублях, в долларах, в евро. Все вклады можно открывать онлайн. Для вашего удобства можете открывать… Не выходя из дома, получается. Не выходя из дома, да, в личном кабинете вы можете открыть вклад. Вклад «Пополняй» для регулярных накоплений, для того, чтобы вы могли накопить на что-то. Скажите, пожалуйста, Ольга, а как я могу пополнять свой вклад? Пополнять данный вклад вы можете самостоятельно в любом отделении Сбербанка наличными. Можно пополнять безналично с помощью вашей банковской карты. И также можно пополнять через систему Сбербанк онлайн в личном кабинете. Через мобильный телефон. Это тоже можно? Это уже операцию провести? Светлана, да, конечно, вы можете управлять своим вкладом через мобильное приложение Сбербанк онлайн. А вот скажите, пожалуйста, как долго займет это оформление и через какое время я буду получать свои проценты? Оформление данного вклада займет 3-4 минуты. Проценты будут начислены через месяц. Оформляем? Да, конечно. Кстати, на прошлой неделе мне посоветовали оплатить ЖКХ. Я впервые, кстати, оплатила через терминал. Настолько удобно и быстро, я теперь только буду таким образом оплачивать. Мне очень понравилось. Оплачивая сумму за электроэнергию ТНС Энерго, вы можете поучаствовать в акции. Светлана, я сейчас отправлю СМС с номером лицевого счета для участия в акции. Сейчас вам придет подтверждение. Ольга, это все хорошо, конечно, но скажите, пожалуйста, на мой телефон не будет никакой лишней рекламы приходить? Иногда бесконечные СМС приходят. Нет, никаких информационных сообщений с этого номера приходить вам не будет. Но если у вас подключена услуга мобильный банк, вам будет приходить СМС от банка с номера 900. Ой, эта услуга у меня подключена, мне она очень нравится. Сегодня, кстати, пришла приятная новость, пришла пенсия. Внимание! С 12 октября по 29 ноября оплачивайте услуги ЖКХ через платежные каналы Сбербанка и принимайте участие в акции. Возможно, именно вы станете обладателем денежного подарка. Банк оплатит ваши квитанции за электроэнергию. Для участия в акции в период по 29 ноября текущего года включительно оплачивайте полную сумму за жилищно-коммунальные услуги в адрес ТНС «Энергомарел» через каналы приема платежей Сбербанка. Зарегистрируйтесь в акции, отправив СМС-сообщение на номер 7 985 770 75 75 с текстом, который вы видите на экране. Еженедельно определяется 15 обладателей денежного подарка. Оплатить квитанции за услуги ЖКХ вы можете удобным для вас способом – в отделении Сбербанка, через устройство самообслуживания, через интернет-банк Сбербанк Онлайн, с помощью услуги «Автоплатеж». Все подробности в отделении Сбербанка на сайте сбербанк.ру, а также по телефону 8 800 555 5550. Звонок по России бесплатный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова